и снова здравствуйте всем привет давайте в этом ролике сделаем крюк именно для мауи как будет это все дело происходить по примитиву опять же так куб выбираем вытягиваем edit make polymesh shift левая кнопка мыши выравниваем именно куб и теперь нужно скачать и подгрузить текстуру вот этого вот крюка импорт так рабочий стол теперь текстуры выбираем крюк и и здесь вот нажимаем на этот значок так уменьшаем вот этим ползунком на на глазе и подгоняем его ну вот к нашему кубу пока shift z можно все это убрать и сделать кубу дайна мэш чтобы побольше было полигоне полигонов у него так дайна мэш чуть-чуть прибавим резолюцию жмем смотрим какая сетка ну в принципе пойдет 709 тысяч это многовато ctrl z давайте чуть-чуть вот так наверно 192 ну 218 пойдет так теперь shift z включаем вот этот именно картинку текстуру z включаем глаз еще можно немножко уменьшить подогнать где-то вот так глаз давайте отключим alt левая кнопка мыши вот сюда поближе его подтянем и теперь z прибавим наверное вот этот вот эту текстуру побольше и вот так вот сделаем z отключаем глаз и теперь уменьшаем дров сайс и control можно это все дело нарисовать обводим так кант не обязательно прям все дело это четко делать потом все это будет долепливаться нам нужна форма мышкой немножко неудобно но все реально так теперь shift z убираем текстуру и control давайте все это дело уже дальше дорисовывать более-менее нормально здесь немножко тоже подровняем вот эти шипы можно побольше поводить потом они будут вытягиваться пролепливаться и control alt если что-то где-то можно стереть ну вот получился вот такой по примитиву крюк так теперь alt левая кнопка мыши вот так это все дело выставляем control и инвертируем маску выбираем move и вытягиваем крюк вот так теперь снимаем маску и делаем dynamesh выбираем control левая кнопка мыши маскируем вот так вот крюк вот так и делаем control w теперь control shift левая кнопка мыши выбираем только вот эту полигруппу и сделаем вот такой вариант так это сделаем модифит а поуджи дал hidden удалим то что скрыто и так что будем делать дальше а дальше включим фу вот так и поставим а было сразу рисовать по иксу и поставим вот этот вот именно крюк по оси икс чтобы его отзеркалить вот так поближе вот так чтобы это все дело выглядело и немножко можно подровнять конечно подкрутить но вот чтоб заходила на ту сторону теперь делал мир and well и получается вот такой у нас крюк делаем ему dynamesh draw size можно побольше где-то что-то выгладить вот так вот ну а дальше вариант такой можно делать именно здесь опять же забрать где-то что-то его можно сплюснуть сделать потоньше вот так вот чуть-чуть перевести вот в эту сторону и опять же мир and well отзеркалить и уже здесь его долепливать как-то тут его оформлять где-то вытягивать с помощью мов но я его забрал но я его скульптис альфа 6 сейчас доделаю все это делаем экспортируем пишем допустим крюк 2 допустим сохранить и идем скульптис альфа 6 но опять же повторюсь там все гладко мягко вот для таких вещей скульптис альфа 6 вообще не программа а бомба и так скульптис альфа 6 импортируем сюда вот этот крюк 2 не сцен и вот так он здесь выглядит теперь детализацию чуть-чуть прибавляем shift правая кнопка мыши выравниваем если надо вот этот объект ставим симметрию ok ну и можно вот с помощью mov где-то что-то уже тут подтянуть где-то подровнять вот так вот где-то сделать побольше какой-то край здесь вот в этой программе все очень мягко происходит я ее всем постоянно рекомендую незаменимая именно по 3d так и теперь можно вот флаты нам вот так вот это все дело заострить крюк он же должен быть острым и вот так вот уменьшаем детализацию вот эту интенсивность и потихоньку все это дело преображаем выглаживаем вот эти шипы делаем поострее вот так где-то делаем поровнее вот таким вот образом вытягиваем где-то шифтом можно все это дело вот так вот сгладить посильнее и потом с помощью mov уменьшить допустим кисточку размер и шип побольше вытянуть так тут симметрия стоит вот так вот уже он будет преображаться так ну и где-то кисточку побольше вот эти части можно немножко побольше выровнять поглажу чтобы они были поровнее так вот как-то так вот эта часть должна быть потоньше мы ее выглаживаем она становится гладкая прикольная вот здесь потоньше еще потоньше вот так вот ну и ручку тоже поглажу по закруглить надо чуть-чуть и теперь можно взять кисточку и где-то что-то возможно пролепить какие-то вот кости тут как бы должны быть здесь вот тоже шишковидная какая-то шишковидная шишковидная какая-то штука у него так здесь чуть-чуть тоже можно прогнать вот так и уже в флаты нам где-то что-то закруглить утончить выровнять так вот это вот ручка у нас здесь у нее должен быть какой-то переход по-любому потоньше сделаем а здесь подмодуем чуть-чуть так ну вот этот крюк здесь вот тоже можно чуть-чуть заострить заточить точнее где-то шифтом подровнять чтобы он но не был тому собой поганым ну и где-то вот так поднадуть на вот этой грабом ну такой получается простой крюк так здесь вот нужно вот эти части выгладить шифтом здесь так прибавить еще можно чтобы полигонов побольше было сетку вот и теперь когда мы будем вытягивать этот крюк вот это вот вот таким вот образом чуть-чуть его вот так вот сделать ну и где-то добавить полигонов сейчас вылетит программа так теперь шифтом поглажи сделать здесь тоже выгладить чтобы он был гладкий мы опять же не забываем сделать какие-нибудь потом зарубины вроде он же в боях был он где-то он где-то ну такой вот получается крюк можно еще посидеть поизвращаться что-нибудь этакое к нему добавить но это вы уже возможно сами где-то что-то если будете делать придумаете придумаете так вот этот шип нужно еще поострее чуть-чуть его выгладить еще немножко можно побольше его вытянуть так вот раз вот заострить вот так как-то вот ну а тут уже можно нарисовать просто взять клей отключить и нарисовать вот эти вот по обмотку смотрим чтобы много сильно не было ctrl z сет рисуем обмотку потом эту обмотку рисуем вот сюда так ну а тут обмотка идет вот в эту сторону вот так вот здесь тоже не забываем прибавить ее так вот объему ну а следующий этап кризом можно все это дело кое-где по прорезать так ну и не забываем вот эти вот части так и вот эти части тоже там 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 у следующий теперь этап нужно нанести текстуру с этими надписями найти в интернете раскрасить все это дело и в заброшу чуть-чуть выдавить так сохраняем теперь этот крюк и идем теперь опять заброшу теперь импортируем заброшу вот этот крюк вытягиваем edit можно мы полимыш нажать но не обязательно так и подгружаем текстуру вот с этими всеми надписями так портируем находим опять же этот крюк текстура убираем его вот тут надписи есть цвет веревки все нормально теперь нужно его уменьшить подогнать чуть-чуть побольше еще побольше так цветность можно уменьшить так пока вот таким вот образом за эту врать глаз и немножко с помощью мофф мофф топологи чуть-чуть где-то что-то подрегулировать допустим вот сюда подтянуть его потом вот этот крюк как бы сюда откорректировать чуть-чуть потоньше его сделать кисточку поменьше так теперь кисточку побольше вот так вот ну а ручкой займемся потом так теперь все это надо дело раскрасить так z еще немножко его прибавить в размере чтобы он выходил за пределы крюка где-то вот так вот ну а теперь включаем стандартную кисть и rgb зад отключаем и все это дело красим смотрим как что получается так он там z давайте еще раз за прибавим его в размере вот так вот чтобы он все перекрывал чуть-чуть еще прибавить и красим сначала вот эту сторону вот так вот ну а теперь чуть-чуть передвинем и вот так как то shift z ctrl z ctrl z так ctrl shift z сделать на я побольше дай на мыши то плохо рисует что-то. Так, теперь пробуем заново. Z. Так, теперь чуть-чуть прибавляем, чтобы все перекрыть. Вытягиваем вот сюда. И красим эту сторону. Так, вот как-то. Ну, а теперь ремень. Так, шип Z. Уменьшаем в размере его. Смотрим, чтобы он перекрыл все. Так, вот этот материал поставить. Так, еще немножко уменьшаем. Ну, конечно, думаю, выбираем c нужный нам цвет и где-то что-то подкрашиваем а так веревку теперь немножко еще подправим так это alt вот сюда чуть-чуть перевести прибавить именно интенсивности и вот так еще немножко однокрасить теперь включаем белый цвет и вот это уже закрасить надо самостоятельно так ну вот получился вот такой вот крюк где-то что-то теперь можно с помощью mov подровнять вот так вот также можно сделать маскинг так сначала я вот это все сохраню файл с и теперь маскинг находим mask be color mask be intensive и смотрим так находим теперь деформацию и можно сайзом вот так вот все это дело уменьшать прибавлять ну чтобы чуть-чуть он был выпуклый вот этот рисунок так control и инвертируем маску вот так вот уже так но это многовато и делаем так control и и еще раз сайзом прибавляем так вот так чуть-чуть теперь если control убрать маску и отключить вот этот рисунок смотрим где рисунки так control и и пробуем еще раз деформация offset даже можно так control z по z не надо на только по у так вот offset то самое вот так будет выглядеть ну и сделаем так маску теперь можно снять и в геометрии сделать модифика полу джи мира and well так немножко в бок вот потоньше теперь будет и так теперь если уберем цветность вот такая получилась штукенция можно ее еще вот таким вот образом в деформации поле включить и он будет вот мягче и так получился вот такой вот крюк теперь нужно сделать развертку и просто закинуть допустим в блендер для анимации или в позу поставить персонажа все всем пока до свидания и и и и и